Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня мы разберём тему проблемы с коленными суставами. В прошлом видео мы уже начали говорить на эту тему, делились своими, так сказать, своими проблемами. Я немного рассказывала о своей проблеме. И, соответственно, сегодня мы продолжим разбираться и будем говорить о том, что же такое мениски и почему они могут повреждаться в коленных суставах. И главное, что с этим делать. Бежать оперироваться, выжидать, пить витамины, делать упражнения. Вообще, что с этим можно делать? Я крайне рекомендую посмотреть сегодняшнее видео, потому что с этой проблемой может столкнуться абсолютно каждый. Вот абсолютно каждый, даже человек, который не занимается вообще спортом, можно на улице споткнуться, как-то либо ногу вывернуть, либо упасть не очень благополучно и повредить мениск. Поэтому сегодня вы получите самые действенные рекомендации от врача-невролога-остеопата Юриса Мачитова. Здравствуйте, Юрис! Здравствуйте! Ну, давайте сразу начнём с того, что вообще такое мениски. Ну, кратенько, чтобы люди вообще понимали, о чём идёт речь и почему так всё-таки опасно их повреждать в коленных суставах. Ну да, это структуры коленей, коленных суставов. И они вот, ну, колени, они содержат две, в общем-то, этих струй, менисков два, это две важные структуры, и они вот, ну, они называются менисками. Если так простыми словами, то это такие хрящевые прокладки между, ну, костями, там, бедренная кость и большеберцовая кость, которые, в общем-то, и формируют коленный сустав. И вот эти вот прокладочки хрящевые, они помогают амортизировать и стабилизировать, значит, колено. Вот. Про что вообще будем сегодня говорить, ну, про проблемы непосредственно вот этих вот менисков, патологию менисков, да, и что это вообще означает, что эти вот, ну, хрящевые, так будем их называть, там, прокладочки, так, подушечки, можно, я не знаю, сказать, вот, что они, ну, повреждены или изношены, да. Вот. Из-за чего это может происходить? Это может происходить, ну, чаще всего все-таки это травмы, да, например, резкий какой-то поворот или там сильный удар по коленному суставу или бывает, что и просто постепенно происходит износ этих менисков, ну, со временем, значит, когда мы становимся старше. Вот. Если говорить обо, ну, как это проявляется, основные симптомы патологии менисков, то они следующие. Ну, во-первых, это, естественно, болевой синдром, то есть боль в колене. Обычно эта боль, ну, все-таки как-то связана с механической нагрузкой, она усиливается, там, ну, допустим, при ходьбе, при беге, при каких-то приседаниях, при подъеме, допустим, там, по лестнице. Вот. Дальше что еще может происходить? Колено может отекать, оно может, ну, опухать из-за того, что вот эти мениски, которые повреждены или изношены, они начинают воспаляться. Вот. Какой, значит, еще из частых симптомов, когда возникает какая-либо проблема, значит, менисков, это ограничение движений. То есть, ну, может быть, человеку трудно полностью либо выпрямить, либо согнуть колено. Также, значит, может человек при движении, значит, в коленных суставах ощущать щелчки или даже вот такое, как бы, как застревание или блокировку, значит, движения в коленном суставе. Вот. Ну, или как будто там что-то, вот как-то какое-то чувство инородного тела, что-то, что-то там застревает. Вот такая симптоматика тоже достаточно часто возникает при патологии менисков. Это, наверное, вот основные симптомы, такие достаточно специфические для патологии менисков. Ну, и вообще коленного сустава. По причинам, если говорить, уже сказали, что одна из самых частых причин – это травмы. Ну, вот о них сейчас подробнее и поговорим. В принципе, бывают, ну, просто острые травмы. Это, опять же, я говорю, что там какой-то резкий поворот, но имеется в виду, что вот именно на коленном суставе, то есть там вывернул как-то колено, да, там, ну, какой-то прижел, прыжел, допустим, приземлялся на ногу, на одну ногу приземлился, и там поворот какой-то произошел. Вот это может послужить причиной, значит, травмирования именно мениска в коленном суставе. Скручивающие движения – в принципе резкие движения в коленном суставе, ну, естественно, это особенно связано с занятиями спорта, где вот этот риск повреждения мениска, он достаточно высокий. Также это может происходить в таких видах спорта, как игровые виды спорта, футбол, баскетбол, хоккей, теннис, ну, в принципе, там, в общем-то, и единоборство, да, где там, в общем-то, может быть прямой удар по коленному суставу, по колену, вот, и что может тоже привести к травмированию мениска. В принципе, изоборство, ну, в спорте какое-то падение или столкновение, да, при тех же игровых видах спорта, тоже так же может приводить к патологии мениска. Ну, и, как вы уже сказали, в общем-то, не только у спортсменов, но может и обычный человек, скажем так, упасть и травмировать мениска, вот. Если уже не говорим о непосредственно острой травме, то, вот, как я уже сказал, изнашивание, износ мениска тоже может приводить к тому, что, ну, там возникают дегенеративные изменения, то есть с возрастом мениски они теряют свою эластичность, становятся менее прочными, и это делает их более подверженными, значит, повреждениям. Даже, в принципе, какая-то нагрузка, ну, скажем так, которая не выглядит такой, которая может травмировать коленный сустав, но если он уже достаточно изношен, там уже микротрещники, микроповреждения, значит, возникают, это может, как бы, ну, послужить, скажем так, последней каплей к тому, что, что приведет, значит, к разрыву менисков. Вот. Остеоартрит, ну, то есть это уже непосредственно артрит, ну, и, в принципе, другие дегенеративные заболевания, значит, сустав, ну, и в частности коленного сустава, они могут способствовать износу менисков и увеличивать риск их повреждения. Вот. Также, значит, повторяющиеся, да, ну, повторяющиеся какие-то нагрузки, то есть монотонные движения, постоянные, значит, такие, как там, ну, приседания, подъемы, значит, там, ну, в бег, да, это может приводить к тому, что, ну, опять же, вот этот уже износ и микротравматизация происходит не, ну, не из того, что много времени не прошло, а то, что слишком избыточная вот эта повторяющаяся нагрузка происходила на мениск, и он постепенно, значит, изнашивался. И это тоже может привести к проблеме, значит, менисков. Вот. Для спортсменов что еще актуально? Даже если это не какая-то, ну, острая травма, а вот на тренировках, да, ну, вот неправильная техника выполнения упражнений или движений. Она может тоже создавать, значит, дополнительные напряжения на коленный сустав, на мениск, и может привести к тому, что он, ну, мениск может повредиться. Вот. Также следует отметить, что у некоторых людей существуют, ну, такие анатомические особенности, то есть, ну, нельзя даже, наверное, сказать, что это какие-то структурные аномалии, ну, вот особенности строения коленного сустава, в частности, вот такой структурный, ну, так называемый вальгус колених сустава, то есть они такие колени, ну, немного иксообразные. Это вот тоже приводит к тому, что нагрузка перераспределяется вдоль коленного сустава не совсем правильно. И вот эти вот, ну, такие анатомические особенности, ну, то есть, вот сама форма коленного сустава несколько изменена. Или даже бывает, что сам мениск, бывает, что он, ну, он, скажем так, чаще всего имеет такую, как полумесяц такую форму, вот. Но иногда бывают там варианты строения этого мениска другие. И это вот, ну, делает их, скажем так, более уязвимыми к повреждениям. Ну, естественно, вот люди с такими анатомическими особенностями не в зоне риска повреждения менисков. Вот. Также, что вот, ну, неравномерное распределение нагрузки изменениями в биомеханике движения, такие как, ну, неправильная походка или неправильная осанка, они тоже могут создавать, даже если коленный сустав структурно не изменен, но вот эти особенности других, скажем так, регионов тела могут создавать неравномерное распределение нагрузки, в том числе и на коленный сустав, и может способствовать, значит, повреждению, в том числе и менисков. Вот. В плане, значит, работы и каких-то профессиональных, да, нагрузок, ну, естественно, физическая тяжелая работа у людей, значит, чья профессия связана с физическими нагрузками, там, подъем тяжесткий какие-то, где, ну, нужно приседать, или там работа, которая предполагает, что на коленях нужно, длительное время находиться, это, естественно, повышенный риск повреждения менисков. Ну, и про спорт уже говорили, вот. Ну, я имею в виду, в принципе, занятия спортом людьми, но, естественно, у тех, те люди, у которых работа, значит, это, ну, то есть это профессиональные спортсмены, да, вот, ну, или люди, в принципе, которые активно занимаются спортом, особенно, да, какие-то контактные виды, значит, спорта, они, ну, естественно, в зоне риска повреждения менисков. Вот. Зачем вообще нам это, ну, знать причины, да, повреждения менисков? Потому что, ну, понимание этих причин, оно, как раз-таки, помогает избежать, да, этих повреждений, и, ну, в какой-то, и предпринять какие-то меры предосторожности для защиты коленных суставов, если вы, ну, находитесь в зоне риска повреждения менисков. Вот. По диагностике, да, как вообще диагностировать, как специалистам, значит, определяется, что повреждены именно мениски, да, а не какие-то другие структуры коленного сустава. Это, ну, естественно, осмотр, значит, специалиста. Там, ну, как раз-таки можно будет при разговоре, значит, с врачом, с специалистом, при его опросе выявить, значит, ну, вот эти как раз-таки причинные факторы, факторы риска. Ну, естественно, непосредственно и осмотр будет коленного сустава. И уже из более специфических – это пальпация. Ну, то есть, там, врач осмотрит колено, там, понажимает, понадавливает на определенные различные атомические структуры коленного сустава, ну, как минимум, чтобы определить, значит, локализацию боли, потому что боль, ну, может локализовываться в коленях в разных, значит, в разных отделах, и это тоже помогает специалисту сориентироваться в плане того, что повреждено в коленном суставе, вниз или, значит, ну, какие-то другие структуры. Также будет проводиться, значит, оценка подвижности, проверяется диапазон движений в коленном суставе, наличие, значит, ну, ограничений, блокировок, сгибания, разгибания, там, отведения, приведения, ну, и вращения, значит, там, голени, пупо, оси, голени, ну, тостные движения в коленном суставе. Они все оцениваются, значит, специалистам на приеме, вот. И также еще существуют, значит, специфические тесты, которые проводятся, ну, это тоже, значит, тесты, которые выполняются с помощью рук специалистам, но я думаю, мы их озвучивать не будем, потому что это, в общем-то, тема для разговора специалистов, какие из этих тестов более чувствительны, какие менее чувствительны, какие более специфичны для мениска, для повреждения мениска, какие менее. Вам важно знать, что, в принципе, такие методы существуют, и специалисты на приеме, на осмотре их проводят. Вот. Из дополнительных методов исследования, которые используются для диагностирования проблемы, значит, менисков именно в коленном суставе, используется что? Ну, рентгенография, но она помогает исключить другие причины, боли в коленном суставе, ну, в частности, такие, как переломы или артрит. Но вот рентген четко не может показать именно повреждения мениска. А вот следующий метод обследования, такой, как магнитно-резонансная томография, ну, или МРТ, как сокращенно называется, он вот является наиболее информативным методом для визуализации менисков и их, собственно говоря, если там есть какое-либо повреждение. И МРТ позволяет получить детальное изображение и мягких тканей, и там, и, ну, и самих менисков, и связок, и хрящей, и мышц. И, в общем-то, может выявить в менисках любые повреждения, которые там возникают. Также, значит, из дополнительных, что может использоваться, это ультразвуковое исследование, ну, или УЗИ коленных суставов. Но оно оценивается для состояния мягких тканей колена и обнаружения все-таки вот, ну, жидкостных каких-то накоплений. Но оно менее информативен, этот метод для диагностики менисков, для диагностики их патологии по сравнению, значит, с МРТ. Ну, и есть еще инвазивный метод, значит, обследования. Ну, это артероскопия. Это вот минимальная инвазивная уже, по сути дела, это уже хирургическая, значит, процедура, при которой там в области коленного сустава делаются такие маленькие разрезы и вводится артероскоп. Артероскоп – это, ну, такой тоненький инструмент, и там на конце камер. Это, значит, позволяет врачу непосредственно, значит, осмотреть внутренние структуры коленного сустава. И в чем, значит, выгода это обследование, что, ну, можно сразу провести, значит, и, собственно говоря, лечение, если потребуется. Но надо сказать, что артероскопия, в общем-то, это не рутинный метод обследования. Он не всегда используется, когда там болит колено, или там даже подозревается, значит, патология мениска. Мениска. Обычно все-таки артероскопия используется, если, ну, другие методы диагностики не дарят четкого результаты. Ну, либо же, если уже забегая немножко вперед, если там в плане лечения планируется хирургическое лечение, тогда тоже можно, значит, в общем-то, артероскопию делать. Это будет правильная тактика ведения. Ну, вот. Ну, соответственно, вот эти методы диагностики, они позволяют, значит, специалисту определить наличие. Ну, наличие и там степень повреждения, да, мениска. И, соответственно, от этого мы уже будем выбирать наиболее подходящие методы лечения, подходящие для пациента. Вот. Соответственно, переходим и к лечению патологии менисков. И, соответственно, оно зависит от типа и степени повреждения. Ну, и также вот индивидуальных особенностей пациента. Здесь надо сразу сказать, что из основных методов, ну, они делятся на консервативное лечение. Консервативное лечение – это значит без использования, значит, хирургии. Ну, то есть операция там не проводится. Вот. И первый метод – это вот покой и ограничение активности. То есть здесь нужно ограничить физическую активность, избегать движений, которые вызывают боль. И помогает, значит, уменьшить нагрузку на коленный сустав. И, собственно говоря, это способствует тому, что мениски будут заживать быстрее. Ну, это, казалось бы, такая рекомендация, в общем-то, которую… Которая логична и понятна, но она, вот я говорю, требует того, чтобы ее проговаривать, делать комментарии, потому что, вот если честно, сплошь и рядом. Особенно вот кто спортсмены. Они ее могут, ну, не соблюдать, скажем так, некоторое время. Вот буквально был там позавчера пациент, который рассказывал, он приходил по другой проблеме, но он, когда общались, он рассказывал, что в молодые годы, когда активно занимался спортом, спорт, там, единоборство, борьба, ну, на одной там из тренировок, там были тренировочные, значит, схватки, боролся, там, в колено подвернул, там что-то хрустнуло. Ну, и, в общем-то, он говорит, что я сам понял, что там что-то повредилось, но он при этом, адреналиния, так сказать, как он сам сказал, он, значит, боль сильную не испытывал, он понимал, что там в колене что-то не в порядке, он при этом доборолся не то, что вот эту схватку, и эту доборолся еще, потом несколько, значит, поборолся, и, естественно, это, ну, нагружает еще дополнительно, там уже и так структура повреждена, еще больше ее нагружаешь, естественно, это, ну, прогноз восстановления, это, естественно, ухудшает, поэтому, если, ну, все-таки вы почувствовали, что, ну, повредили колено, ну, не надо его там дальше, скажем так, насиловать. Вот. Также, если это, ну, какая-то острая травма, то какой-то холод, лед, да, компрессы, прикладывание, значит, к пораженному колену, это, опять же, помогает уменьшить отек, уменьшить боль и способствует тому, что восстановительный процесс будет... ну, менее болезненно происходить и более оптимальные сроки. Из лекарственных препаратов, ну, тоже, там, противовоспалительный, обезболивающий препарат, и там их, в общем-то, масса, там, овалис, диклофенак, ну, много этих препаратов, вот, они способствуют тому, что тоже уменьшается боль, снимается воспаление, уходит отек. Вот. Физиотерапевтические методы лечения, они и на острой стадии травмы используются для того, чтобы, там, отек снять, улучшить кровоснабжение, но и на более поздних сроках восстановления, ультразвук, магниты, там, электростимуляция. Ну, в общем, там достаточное количество этих методов, которые также будут способствовать и улучшению кровоснабжения, уменьшению боли и снятию отека и воспаления. В плане упражнений, естественно, это тоже прям нужно использовать и для укрепления мышц бедра, и для улучшения гибкости, и подвижности, значит, в коленном суставе, и для улучшения стабильности коленного сустава. Вот. Ну, тут логично, что когда острая травма, там все-таки по минимуму упражнения какие-то, которые там, ну, особенно по оси нагружают коленный сустав, потом постепенно, значит, упражнения можно расширять и увеличивать в них нагрузку. Вот. Это вот, ну, основные, да, что используется в плане консервативных методов лечения. Если уже дело дошло до хирургического лечения, то здесь какие методики? Ну, орторскопия, да, про которую мы уже в плане диагностики разговаривали, что это, повторюсь, это, значит, минимальная инвазивная процедура, там разрезик в коленном суставе делается и через него вводится орторскоп и, собственно говоря, можно уже осуществить восстановление, восстановительное лечение поврежденного участками низко. Вот. Орторскопия обычно проводится на, ну, амбулаторную, ну, то есть не надо ложиться в больницу для этого, там эту операцию сделали, в принципе, вас уже могут встретить боль домой. И, в общем-то, ну, имеет короткий период восстановления, после этого метода хорошо восстанавливается, значит, функция коленного сустава. Следующий метод оперативного лечения – это менискоктомия, то есть здесь проводится удаление части, ну, или даже, может быть, здесь, если сильно поврежден мениск, то его могут весь удалить. Вот. Ну, естественно, что частичная менискоктомия, она более предпочтительно, так как сохраняет, в общем-то, больше здоровой ткани мениска, ну, и он может выполнять свою функцию. Вот. Что это, ну, мы уже говорили, что функция мениска – это вот амортизационная, это очень важная функция для коленного сустава. Вот. Ну, и в случаях, когда, значит, разрыв мениска расположен в зоне хорошего кровоснабжения, там проводят восстанавливающее лечение мениска, то есть его, ну, возможно, его там сшивают. И это, ну, делает то, что мениск может зажить и восстановиться практически полностью. Естественно, этот метод, ну, более предпочтительный, особенно для молодых пациентов, для спортсменов, ну, так как это сохраняет больше функций мениска, и, если это мы говорим про профессиональных спортсменов, продлевает их спортивную карьеру. Вот. После хирургии, естественно, нужно проводить, значит, реабилитацию, там, опять же, это будет, ну, и физиотерапия, да, там курсовое лечение назначается. Будет, значит, естественно, и упражнения включаться, вот, которые будут увеличивать, опять же, гибкость, стабильность коленного сустава, силу, значит, мышц бедра, ну, и области коленного сустава. Но здесь, как я уже говорил, и на, значит, в плане консервативного лечения и вот реабилитации после хирургического лечения важно, ну, принцип постепенности здесь очень важен. Важно постепенно увеличивать нагрузку колена, чтобы избежать, потому что бывают и повторные, да, повреждения. Ну, естественно, вот эта постепенность, она обеспечит больное полноценное и безопасное восстановление. Торопиться тут не стоит. Ну, вот эти методы лечения, они помогают, значит, что они, ну, естественно, они направлены на то, чтобы боль уменьшить, восстановить функцию коленного сустава, ну, естественно, улучшить качество жизни пациентов с повреждением менисков. Как я уже говорил, уже, соответственно, выбор конкретного метода лечения, он уже будет зависеть от, ну, индивидуальных особенностей, потребностей пациента, ну, естественно, от степени повреждения менисков. Вот. Если говорить о, чтобы не допустить, ну, о профилактике, да, патологии менисков, если вот мы уже говорили о причинах, если вы знаете, что вы в зоне риска, ну, допустим, спортом занимаетесь, футбол, да, единоборств или работа, связанная с тем, что колено сустав в зоне риска, ну, или анатомические особенности, вот есть, ну, вот этот, вальвус, наверное, в частности, деформация колена, то вот что можно порекомендовать. Ну, естественно, это укрепление мышц. Здесь вообще уже тогда упражнения выходят прямо на первое место. Они должны направлены на укрепление мышц бедра, гигицы, области коленного сустава. Все это, значит, помогает улучшить, во-первых, стабильность коленного сустава, снизить нагрузку, значит, на мениске и улучшить, ну, в целом, перераспределение нагрузки, значит, в коленном суставе. Тренировать нужно, значит, ну, не только силу, но и гибкость, растяжку проводить, и там, и передней, и задней поверхности бедра, и ножные мышцы. Все это, значит, помогает поддерживать гибкость и, ну, снизить риск каких-то острых травм. Вот. Опять же, говорили уже про правильную технику выполнения, значит, упражнений. Ну, точнее, мы говорили в причинах, что неправильная техника выполнения упражнений является причиной, которая может повредить, значит, мениск. В профилактике мы говорим, что упражнения, ну, нужно выполнять правильно. То есть нужно контролировать движение, следить за правильной техникой выполнения, ну, вот этих спортивных движений, упражнений. Особенно здесь, опять же, я говорю, в зоне риска, какие упражнения. Это приседания, выпады, прыжки, бег. Ну, вот здесь надо следить, значит, за техникой. Избегать нужно резких поворотов, скручиваний, да, ну, где это возможно. Потому что это может непосредственно послужить причиной острой травмы. Ну, и если вы тренируетесь регулярно, то здесь нужно увеличить... ...может садаптироваться, да, к той нагрузке, которую вы к нему прилагаете. И, соответственно, он будет готов к выполнению новых нагрузок без риска травматизации мениска. Можно что еще использовать при занятиях спорта? Можно, ну, вот на коленнике использовать, то есть, такие вот спортивные существуют, значит, их ношение, оно как раз-таки будет, ну, способствовать тому, что при занятиях спорта или, там, при физической какой-то нагрузке, если это с работой связано, это поможет защитить коленные суставы и, соответственно, снизить риск повреждения, значит, менисков. Также можно из... ну, чем извне помочь колену и менискам? Это правильная обувь, то есть здесь, о чем мы говорим, что, ну, в целом, по ноге, значит, вот эта амортизационная осеваемая нагрузка перераспределяется между стопой, коленным суставом, позабедренным суставом, структурами таза. Ну, и, соответственно, если обувь, она хорошая и повышает, значит, амортизационную способность стопы, то это будет поддерживать слот стопы и будет помогать снизить нагрузку именно на коленные суставы, ну, естественно, предотвратить какую-то травматизацию менисков. Вот. По колену, значит, как еще можно профилактировать, да, патологию менисков? Это, ну, избегать перегрузку уже говорили, но как это в спорте можно достигать? Это вот чередовать виды активности. Если вы бегом занимаетесь, то не всегда тренировки на выносливость проводить только с помощью, используя бег, но и разгружать именно, ну, убирать точнее ударную нагрузку, но все равно тренировать выносливость с помощью, допустим, эллипса, велосипеда, плавания. То есть периодически нужно чередовать. В этих видах активности они тоже хорошо тренируют выносливость, но здесь нет именно ударной нагрузки на коленные суставы, ну, естественно, и на мениски. Это тоже будет вам помогать профилактировать повреждениями мениском. Ну, естественно, нужно достаточное количество времени отдыхать, ну, и восстановиться. То есть важно давать телу, ну, и коленям, и менискам время для восстановления между тренировками. И если вот, ну, недостаток отдыха, да, опять же, это у спортсменов, да, которые там за результатом гонятся, это, естественно, увеличивает риск травмы. Контролировать массу тела. Лишний вес, естественно, создает дополнительную нагрузку на коленные суставы. Это может способствовать более быстрому вносу менисков. Вот. Ну, и все-таки надо обращаться, если, как вот я уже говорил, что из примера, что там человек, как бы, ну, не сразу, скажем так, обратился, естественно, это... Ну, и потом по итогу это дошло дело до оперативного лечения. Хотя если бы, ну, и он прекратил нагрузку и вовремя обратился, возможно, можно было бы это и консервативно, а с помощью упражнений, препаратов, физио-лечения, ну, и потом постепенного возврата в спорт с помощью упражнений решить эту проблему. Вот. Ну, наверное, вот основные методы, да, которые помогут сохранить здоровье менисков, снизить риск повреждений и обеспечить нормальную функцию коленного сустава, что позволит вам заниматься спортом и улучшит качество вашей жизни. Юрий, спасибо большое. Очень подробно всё рассказали. Ну, вообще, с целью профилактики, какие витамины, ну, какие комплексы вы бы посоветовали для укрепления в целом мышечной мускулатуры, да, на что обращать внимание? Потому что, ну, вот, даже в комментариях у многих зрителей возникают вопросы, потому что, ну, вот, всё-таки то, что мы с вами сегодня говорили про мениски, ну, тут сложно, да, вообще о какой-то профилактике говорить, ну, наверное, только для обуви женщинам, да, чтобы поровней просто ходили, не спотыкались, там, без каблуков и так далее. Вот. А, соответственно, то есть такая травма может, ну, ожидать где угодно, да, и вы это тоже в своём выступлении подтвердили. Ну, вот, что порекомендовали бы по витаминно-минеральным комплексам? Ну, тут комплексные надо витамины, чтобы в целом опорно-двигательный аппарат укреплять. Витамин С, витамин Д, витамины группы В, ну, наиболее, скажем так, специфичные будут в этом плане. Вот так ещё, если есть добавок, ну, можно использовать, там, коллаген, хондропротекторы, хондроэтин, глюкозамин. Ну, вот такие это наиболее специфичные будут, значит, дополнительные вещества, которые помогут сохранить, ну, в целом, значит, прочность и эластичность опорно-двигательного аппарата, ну, и, в частности, и менисков тоже. Отлично, спасибо большое. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. В своём составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и её химвина, который является природными афродизиаками и оказывает воздействие с первых дней приёма, повышает потенцию, улучшает либидо, улучшает качество сперматозоидов и повышает тестостерон. Принимать по одной капсуле два раза в день. Мы прошли все проверки, абсолютно натуральный состав. Ссылка будет в описании под видео. Юрий, спасибо вам большое и до новых встреч. Соответственно, ссылочка на страничку Юриса мы также разместим в описании, поэтому будьте здоровы и берегите коленные суставы.